Сегодня съемочная группа телеканала «Север» в аэропорту Гордона Ринмара провожала в Уфу команду регионального отделения Союза пенсионеров России на Всероссийскую спартакиаду. Каждая поездка – это праздник. Римма Васильевна Костина, буквально позавчера отметившая 85-летний юбилей, председатель регионального союза пенсионеров, собирает спортивную команду на Всероссийскую спартакиаду пенсионеров уже в шестой раз. На этот раз соревнования пройдут в столице Башкирии – Уфе. Вы знаете, наша команда участвует с самого первого образования спартакиады России. По правилам спартакиады, в которой принимают участие все субъекты Российской Федерации, команда от регионов формируется из восьми человек – четыре женщины и четыре мужчины. Каждый член команды может принять участие сразу в двух видах спорта – соревнуются пенсионеры в стрельбе, плавании, настольном теннисе, шахматах, а также принимают участие в командной эстафете. У нас обычные рядовые любители спорта. Тем приятнее бывает победы. А победы у нас все же есть. Нина Абакшина всегда увлекалась спортом. Считает, что пенсионный возраст не помеха. Она сторожил Всероссийских спартакиад пенсионеров. Отправляется туда уже в пятый раз. Мы к ней обязательно готовимся, тренируемся. Но самое главное – это встреча друзей, с которыми мы уже познакомились, за которых мы переживаем, они за нас переживают. Это общение в первую очередь. Я не знаю, это очень многое. Это как маленькая олимпиада у нас. Бывают большие олимпиады, а у нас такая маленькая олимпиада, но она тоже красочная, обширная, большая. Поэтому нравится. Следует отметить, что в Нинецком округе уделяется большое внимание организации активного досуга для людей высокого возраста. В регионе успешно работают 50 клубов общения пенсионеров по различным интересам. Из них 23 на селе. Как отмечают сами пожилые люди, это общение позволяет им уйти от одиночества, продолжать активную как творческую, так и спортивную жизнь. Окружному спортивному клубу «Арктика» в этом году исполняется 20 лет. Это один из самых первых клубов пенсионеров, созданный в регионе. Это дает им не только им самим быть в форме, вести правильный образ жизни, что мы сейчас пропагандируем. Они ведь, посмотрите, им всем за 60, они как хорошо все выглядят. Но это еще пример в семье, что очень важно. Потому что я считаю, что старшему поколению очень важно научить средний возраст и своих внуков, чтобы они вели правильный образ жизни, чтобы они долго жили, чтобы они как можно дольше приносили и обществу пользу. Большинство мероприятий для активных пенсионеров и с их участием реализуются в регионе благодаря государственной программе Ненецкого округа «Старшее поколение». Хотелось бы отметить, что Ненецкий автономный округ – это вообще родоначальник принятия таких программ в регионах. То есть в округе она была принята впервые в России, еще в других регионах она не существовала. По поддержке старшего поколения и инициаторами как раз было оригинальное отделение Союза пенсионеров. И мы тогда вместе верстали мероприятия, которые включали в программу. Но одно из событий ярких этой программы – это мероприятие, на которое сегодня у нас пенсионеры влетают в Уфу. Принятие участия в «Спартакеаде» у нас до этого был региональный этап, который прошел в Ненецкий автономном округе. Мы отобрали самых достойных, хотя я считаю, что все, кто занимается активным образом жизни, они все достойны. Но вот есть требования по команде, что их должно быть 4 женщины и 4 мужчины. Уверен, что они достойно представят в округ. Есть очень много других интересных мероприятий в программе. Конкурс «Чистое подворье», съезжий фестиваль творческих коллективов пенсионеров, вечера чествования профессиональных династий уже имеют свою многолетнюю историю. Есть и новые задумки, которые обсуждаются с представителями региональных отделений Союза пенсионеров России и Совета ветеранов войны и труда. Есть очень много предложений с их стороны расширить эту программу, чтобы наполнить ее новыми мероприятиями в рамках национального проекта «Демография», который сегодня идет. Основная задача – это чтобы было активное долголетие, то есть именно упор деваться на активное. И в завершение темы хотелось бы пожелать спортивной команде из Ненецкого округа удачных выступлений на Всероссийской спартакиаде пенсионеров в Уфе.